всем здравствуйте уважаемые зрители дорогие подписчики друзья знакомые товарищи грибники с вами юрий ну что ребят не сидится мне на месте дома без леса тяжело мы решила приехать проект проверить свои места так разведку сделать погода стоит летние хотя на дворе уже середина сентября 13 сентября сегодня пятница 24 год приехал я на свои такие знакомые уже места которые находятся на севере московской области солнечногорский район ну вот ребят с краю лес примут зашел вот тут он там даже дорогу слышно сушь конечно конкретная палец по листьям идешь как по стеклу по какому такой вот в этом лесу я такого ни разу не видел ну что делать дождей как не было так и нет а грибы то есть есть красный подосиновик уже мне встретили в этом осинечки таком и не только красный давайте все по порядку время сейчас ранее только рассвело хотя уже 630 где-то время но вот первый гриб которым не встретился вот такой красный подосиновик но уже он такой суховатый видите под шляпкой видимо уже плохой даже не стоит набрать ну ладно это первый я так и думал что он не очень думаю сразу посмотрю тут и пойду местам где желтый бурый бывает но нет а тут смотрю так это оставлю ладно а тут смотрю вот таким молоденький есть один тут сразу два давайте их возьмем ну что это да не нормально чуть легко так сорвался второй не вот этот хорошенький тоже но неплохие нормальные конечно тонконогие но и как говорится этому рады согласитесь такое суш найти такие грибочки это просто прекрасно так на первый гриб конечно плохой был подосиновик такая лисичка еще попалась картинка я все-таки взял ну и пойдемте покажу какой меня тут сюрприз ждал здесь есть грибничка белых подосиновиков в июле я тут находил и вот она опять дает вот такой вот альбинос не знаю хороший нет но обычно они редко бывает плохие но вот такой не знаю проверить надо конечно белый подосиновик возьму пока сейчас проверю конечно ну вот не все так плохо значит я думаю что то еще нам удастся найти потому что это такое первое местечко вот такие пока первые грибочки но один я не стал брать и оставил все продолжаем дальше смотреть как я уже сказал сейчас пойду конечно сразу на места желто-бурых белых грибов конечно вряд ли я найду но проверю так прошел еще нор метров 50 может что вот еще один еще один красный подосиновик вроде свеженький тоже нормальный один что-то он тут но листвую много нападал надо все смотреть внимательно конечно вот такие у них яркие шляпки видно сразу пойдет опять же ножка тоненькая но что есть то есть ребят пока сейчас утро пасмурное такое вроде как солнце вставал ну прям это тучи тучи пошли хорошо может дожди будет хотя в это не верится уже но чуть-чуть я прошел еще одно местечко так вот и добрался и тут вот такой уже смотрите ножка толстая опять же красный подосиновичек такой сойдет такой прям хороший ой плотный забирай ну вот и добрался до до места где бывает желтый бурый подосиновики пока шел ребят уже и солнышко стал вставать так красиво осенний лес листвы полно конечно ну что пока я вот вижу тут такую картину один подосиновик но есть вот такой но все-таки приятно крепенький первый желтый бурый ну не знаю будет будут ли еще нет вроде так вон он есть один все-таки есть только хотел сказать все внимательно посмотрел но нет вот он вот такой молоденький удалось еще увидеть вот хорошо значит два вот такие два подосиновик смотрю еще ладно найду включусь красота красный мухомор это растут смотрите ребят такие прям свеженькие вон он еще один так вот это наверно не тоже мухомор да просто у него нет этих белых точек вон он вот такой но благородных чего-то не вижу ладно смотрим еще тут внимательно так вот сюда вот вышел такие березки тот старые и вот такой гриб не пойму что это такое ну похож на подосиновик сейчас будем смотреть это прям приземисто и не видно ножку то да подосиновик такой суховатый уже конечно не пойму тоже белый что возьму посмотрим скорее всего да это белый подосиновик обе нас заберу ну что обошел я свое местечко это по желтый буром ну что грибов конечно вообще мало и больше места я не знаю таких ходить по напрасному не знаю даже вот наверно все досконально посмотрел наверно скорее всего это на этом месте больше не будет вот такой еще подосинович удалось тут отыскать как-то растет ты не пойму так вот такой малышок а вот еще один наверно я думаю представляете его не видел я думал это лист да это подосиновик чего себе номер вот такой еще оказывается два какой-то прям там нарии вот такие все таки два подосиночка еще вон видите сыроежка все засохло вот какие то грибочки все засыхает ну не знаю удастся еще найти вот еще какие то тоже дастся еще что то найти ну вот я их почистил вот такие два хорошеньких подосиночка ну не знаю посмотрю хожу еще погуляю время то как бы есть а так конечно если в лес идти сейчас данный момент то определенно надо на свои какие то места где знаешь где есть грибнички вот мне удалось найти ну ладно похоже погуляю что найду включусь так не знаю с десяток набрали мы нормально посмотрим на удивление вот вообще ни одного подберезовика не нашел хорошего я имею ввиду так встречались это ребят не червивая какие то высохшие вообще никакущие вот что мне удалось найти тут это у нас красная грусть или как он там молочай один тут посреди лес но я не буду срывать и пусть растет может может кто сорвет а больше грибов вот все что есть все что вернее было все высохло вот такие дела это последние если дождя не будет то вообще ничего не найдешь ну и вот такие еще тут можно найти дождевики такие вот тоже уже все высохшие созревшие сыроежек нет такие дела ну ладно погуляю хоть полез погулять тоже приятно даже когда грибов нет да нет ребята вот еще один такой же практически такого же размера молочай такой прям свеженький да вот растут они в такую засуху удивительно мы поищем может быть еще что-то из благородных может удастся все-таки найти посмотрим пойду сейчас на краешек еще выйду лес так вон какой-то грибочек у нас что ну вот наверное березы сейчас я вам покажу как раз вот такие они ребят ну видите все высохшие ну но не буду их брать такие это не гриб конечно можно там что-то так то он видите не особо червивый ну ладно оставляю тут еще валуй даже живой вот такой один тоже обычно они прям кучами растут но больше не вижу так друзья тут смотрите что такое не чудо ли это а если не ошибаюсь это белый гриб же смотрите да ножка такая о господи что же это за белый гриб то как ты хотел вырасти в такую жару и вырос а беленький грибок такой удивительно ну ради приличия возьму его может он даже и хороший худенький такой есть находка в такое я еще местечко тут зашел ну здесь такая вот канала как бы овражек тоже осины он дома посмотрю под осиночку так вроде бы уже посмотрел все не ожидал смотреть вот такой вот под осиной кто-то серый что да так давайте отсюда от солнышка да это серый под осиной к такой хороший плотники забираю ну вот еще удалось что-то найти хорошо так друзья надвигался домой уже ну и домой на выход и вот притормозил тут где вот первые подосиновички находил желтый бурый вот в этих повальных березах первые два когда я нашел думаю дай-ка еще внимательно тут просмотрю и разглядел разглядел вот такого малыша еще чудеса вот как не крути все равно что-нибудь да пропускаешь это закон такой вот видите еще один желтый бурый хороший здесь они прям какие-то можно сказать сочные прям свеженькие холодненькие класс вот так бывает а так я двигаюсь уже в сторону выхода вот так буду идти по тропинке и смотреть что-то что найду покажу не найду тогда уже результат посмотрим ну так немножко ну сколько там с десяток сейчас ну вот такие там грибочки неплохие в принципе нормально ладно так сейчас ножку обрежу и идем дальше встретился мне по пути вот такой под березы видите вот один плохой уже все никакой ну вот это помоложе не знаю но опять же вот такие они все вот с под березовиком и все влаги нет и они не растут что вот выросли и все превращаются вот такие сухие сухие прям ну ладно что есть как говорится ну что друзья заканчивая такую небольшую прогулку сегодняшнюю хорошо в лесу ветерок прекрасно ну и уже решил подвести итоги тут на месте не буду я дома уже вот такой итог сегодня на 13 сентября и я посчитал получилось 13 подосиновиков 2 альбиносов больших один серый ну и вот остальные вот такие два под березовичка и один даже беленький вот такой даже чистый вот такой скажем жиденький результат но все-таки приятно походил погулял разведка как говорит всегда нужна а потом я долго не могу без леса ну так что вот так не знаю когда теперь конечно вывод такой нужны дожди и это однозначно так что будем ждать ребят улучшение погоды надеюсь мы еще в сентябре сходим но так по прогнозам конечно вы сами знаете пока никаких дождей может быть где-то и были там в области я не знаю в Москве вот не было дождя никакого вообще ни капли ну посмотрим что там будет впереди но я с вами прощаюсь увидимся как только нормальный дождик пройдет я сразу приеду в лес обещаю потому что я долго не смогу я даже так приеду наверное до октября я не буду ждать ну все ребят спасибо за внимание спасибо за теплые отзывы благодарю за все желаю вам здоровья крепкого мира добра тепла семейного благополучия пока увидимся